Здравствуйте! Сегодня героями нашего выпуска будут камеры Canon EOS 50 и EOS 1000. Начнем с того, что затворы в этих камерах вертикальные, шторно-ламельные, что дает возможность отрабатывать достаточно короткие выдержки. Здесь до одной двухтысячной секунды и EOS 50 аж до одной четырехтысячной секунды. Но в этой камере, например, какую бы выдержку вы ни поставили, при открытой крышке он будет все равно отрабатывать только одну сотую. Даже если мы выставили 4 секунды ему, или не знаю, одну секунду, он все равно будет отрабатывать одну сотую. Одну вторую секунду будет одну сотую. Так вот он устроен. Зато мы прекрасно увидим, как он на одну-вторую секунду поднимает зеркало. Да? Или на секунду. Пожалуйста, на разное время. А теперь об оптике. Комплектуются обычно эти камеры китовым объективом 18-55. Если есть возможность не покупать этот объектив, не покупайте. Я называю его объектив 3М. Медленно, мыльно и мучительно. Лучше приобрести родной кэноновский полтинник. И помним, что маркировочка должна быть EF. Объективы с EF маркировкой и посадкой под кэнон будут подходить к этим камерам. Объективы кэнон EF-S сюда не подходят. Также не подойдут сюда объективы кэнон, выпущенные до 1987 года. Теперь, что касается оптики других производителей. На кэнон EF-S 1000 мы можем посадить наш любимый гелиос. Ну, с переходником, разумеется. И он будет прекрасно работать. Смотрим. Он будет прекрасно работать. Единственное, что диафрагму вам надо будет выставлять на кольце диафрагмы. Здесь он не будет показывать на табло ничего. Он будет показывать ту диафрагму, которая у него была выставлена, когда у него стоял родной кэноновский объектив. То есть будет менять только выдержки. Сюда же, на кэнон EF-S 50, такой объектив не встанет. То есть накрутить-то мы его, конечно, накрутим. Но работать он с этой оптикой не будет. То есть не будет. То есть он вообще даже затвор не будет открывать никаким образом. И там он еще и зеркало до конца не подымает. То есть накрутить можно, а работать не будет. Что касается объективов Pentax, но тоже с переходником. Мы можем его посадить с переходником. Но и даже тысячный не будет работать с объективами Pentax. Ему просто он не поднимает до конца зеркало. То есть поэтому у него и затвор не открывается. То есть он там зеркало до конца не подымает. Особые умельцы, конечно, подпиливают зеркало. Кому очень хочется поработать с Pentax. Ну, я как-то вот воздержусь. Соответственно, с объективом фирмы Pentax, если мы посадим на кэнон EF-S 50, тем более не будет работать и ни зеркало подымать, ни затвор открывать. В общем, экспериментировать можно с тысячным. С 50 я даже не рекомендую. Лучше вот иметь родную кэноновскую оптику. Теперь о главном минусе этих камер. Батарейка. Там такая хитрая батарейка. И там, и там одинаковая. Аккумуляторов таких не бывает. Батарейка заканчивается быстро. Стоит она дорого. Что, в общем, весьма неудобно. Индикатор батарейки, конечно, есть. Вот он показывает, что она полная, да, даже. Но не верьте. Через несколько кадров он будет показывать, что там половина. А может вообще закончиться вот посредине пленки. И тогда затвор может открыться и больше не закрываться. Или там будет перематываться пленка и наполовину перемотается, и дальше не будет работать. Это не потому, что сломалась камера, а потому, что закончилась батарейка. Поэтому советую на полочке держать эту камеру в состоянии L-локер. Там в кофре держим, в состоянии локер. Поставили на локер. И так ее и храним. Ну, чтобы батарейка не садилась раньше времени. В этих камерах электроника управляет всем. Мы заряжаем пленку. Она нам помогает это сделать. Ну, во-первых, она считывает вот здесь чувствительность пленки. Вот это вот. Заряжаем мы таким образом. То есть она нам помогает заряжать. Нам надо просто вытянуть кусочек пленки. Дальше закрываем крышку. Ставим на какой-нибудь режим. И вот первый кадр пошел. То есть в этой камере пленка перематывается по мере фотографирования из кассеты на приемную катушку. Мы работаем. Смотать принудительно пленку мы можем, нажав на кнопочку. Пленочка у нас смоталась. И мы увидим, что остался хвостик вытянутый. Это нам удобно, если мы проявляем пленку вручную. Нам этот хвостик пригодится. Здесь заправка такая же. Кладем. Закрываем. Включаем. Видите, и он перематывает всю пленку на приемную кассету. Перемотал всю пленочку на приемную кассету. И по мере фотографирования будет сматывать ее обратно в кассету. После того, как он всю пленочку отснял, он перемотает ее сам обратно в кассету. Но таким вот образом, что съест весь хвостик. Оп! Хвостика нет. И это уже надо специально экстрактором доставать, финпикером. Ну или ломать кассету. Хвостика нет. Ну вот, такие различия. Функций в этой камере много. И, конечно же, надо читать матчасть. То есть надо читать инструкцию по эксплуатации. Если вы приобрели эту камеру, первое, что надо сделать, прочесть инструкцию. Итак, локер. Да, это здесь. То есть именно в этом положении мы храним камеру. Держим ее в кофре или на полочке. П. Это у нас программный режим. Приоритет по выдержке. То есть выдержку устанавливаете вы вот этим верхним колесиком. А диафрагму камера устанавливает согласно своим экспозиционным замерам. Приоритет диафрагмы. То есть диафрагму устанавливаете вы уже вот этим верхним колесиком. А камера устанавливает нужную выдержку. Мануальный режим. Выдержку вы устанавливаете верхним колесиком, а диафрагмы вот этим колесиком. В EOS 1000 управление в ручном режиме менее удобно. Верхним колесиком мы управляем выдержкой, а диафрагмой нам вот так вот не поуправлять. То есть нам нужно вернуться на приоритет диафрагмы, выставить нужную нам диафрагму верхним колесиком, вернуться в ручной режим и дальше выставить выдержку. Вот такая модель. Дальше у нас DEP. DEP это режим получения резкого изображения между заданными точками переднего и заднего плана. Есть и в этой, и в этой камере. И SCF режим. Это установка пользовательских функций. Здесь их много. Много пользовательских функций. 10 штук. Здесь их поменьше. Но они, соответственно, тоже есть. Ой-ой-ой. Ну, они тоже есть. На этих камерах имеются встроенные вспышки. Ведущее число этих вспышек 11, но потребляют они как будто все 54. То есть батарейка высасывается очень быстро. Собственно говоря, какая камера лучше решать вам. У Canon EOS 50 возможностей, конечно, больше, чем у младших его моделей. Это и управление диафрагмой с отдельного кольца. Да, это вот локер диафрагм у нас. Это и следящий автофокус. Это и замер экспозиции. Точечный, центрально взвешенный. И, конечно, что самое полезное здесь, это мультиэкспозиция. Вот этой кнопочкой она ставится. Ей же ставится и чувствительность пленки. Это экспокоррекция, красные глазки, звук и мультиэкспозиция. На этом прощаюсь. До новых встреч!